Жителям региона окажут помощь в покупке оборудования для просмотра бесплатных федеральных телеканалов через спутниковую связь. О подготовке нового законопроекта рассказал вице-губернатор Иван Болтенков в ходе совещания главы региона с заместителями. Речь шла о готовности населения округа к переходу на цифровое телевизионное вещание и, соответственно, к отключению аналогового. В ходе планерки глава Ненинского округа попросил доложить о готовности к данным изменениям в первую очередь жителей сел. По словам Ивана Болтенкова, Ненинский округ полностью готов к переходу на цифровое ТВ. Жители сельских населённых пунктов имеют возможность приобрести необходимые цифровые приставки в отделениях Почты России. Вне зоны охвата наземным эфирным цифровым вещанием сегодня находится 14 населённых пунктов округа. Это Багрино, Варнек, Шойный и Харягинский, деревни Вижес, Волоковая, Волонга, Кия, Мгла, Пылемец, Снопа, Чёрная, Чижа и Щерина. В них проживает более 4% от общего числа жителей региона. Они смогут смотреть 20 бесплатных федеральных телеканалов только посредством спутниковой связи. При этом покупка оборудования потребуется только в 35 домохозяйствах. Совместно с собранием депутатов вы поручение такое давали. В ближайшее время будет принят закон о субсидировании даже спутниковых приставок для тех, кто не может себе это позволить, даже по льготной цене. Как отметил в свою очередь в ходе совещания руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Сергей Сверидов, законопроектом установлены 4 категории граждан, которые смогут воспользоваться господдержкой. Граждане пожилого возраста, женщины, достигшие возраста 55, и мужчины, достигшие возраста 55 лет. Это выполнявший период прохождения военных служб и по призыву сдачи в условиях чрезвычайного положения в тревожных конфликтах, и другие действия в суде на федеральном законодательстве. Вторая категория. Третья. Граждане, имеющие детей, являющиеся получать на меры социальной поддержки, установлены департаментами нормального круга. Четвертая категория. Один из членов маломущей семьи, маломущей одинокопроживающих гражданин, являющихся получать на меры социальной помощи. Предварительно на реализацию инициативы понадобится более полутора миллионов рублей. Напомним, в Нинецком округе переход на цифровое телевидение произойдёт 3 июня. В регионе работает горячая линия по вопросам перехода на цифровое ТВ. Её номер 21910. Помощь в подключении и настройке также могут оказать волонтёры.